здорово пацаны мы сегодня пришли какие-то дебри вернет заброшенную деревню принесли стол откуда-то с какого-то дома вытащили поставили и стали делать шашлыки со славиком у нас шашлыки из птицы а также есть грибы шампиньоны говорят в этих видео про жратнину там типа в маринаде использовался соевый соус под надписью магнит потом паприка чеснок какой-то лук там непонятный куча всяких специй и все это мариновалось всю ночь в холодильнике вот это продукт вот такой так как здесь дохрена комаров я использую дешевый спрей от комаров клещей клопов и тараканов всего лишь 50 рублей купил в магазине зайди такая знаете небольшая реклама этому магазину а также здесь я обнаружил какую-то мину пластиковая сейчас я вам покажу но она уже без там всех херни короче тут какая-то надпись она тут откручивается на не был показать что внутри там там страшные вещи как-то на запивку блин слоев выжрал всю как у кока-колу classic кола по моему это уже русская кола а также вода без газа интересно кто ее делает заготовитель пенза пенза хорошая кока-кола нормально она похожа на эту в общем вот так вот мы решили сегодня провести день она похожа на настоящий эти всякие добрый кола любимый кола я как купил на уходы зиглады раньше не там по 10 рублей такие стоили а то 330 миллиграмм я попал чтобы за полтинник что-либо самому вот это вот самый хороший все четыре рубля литровый также за последний месяц мы отыграли два концерта один санкт-петербурге клубе action это было очень круто публика там весноватая у нас хорошо приветствовали там если на рампах прыгали охранники выгоняли они все равно возвращались большой респект двум товарищем которые нам сделали им отдельный отдельный большой привет и респект они очень это очень крутые пацаны с парни раму прогулку в кронштадт там и во всякие такие козы были улезла в разливе и также были у ленина в разливе в роли ленина был слава ну там фотки до скорая я на днях сделаю видео про разлив как ленин был в разливе ладно это все шутки просто мы тупо приехали на дачу и тут тяпали тяпками все теперь у меня жутко болят руки аж руки сводит а так как мы на даче не были целый год за осло покажите пожалуйста какие-то дебри вообще джунгли сплошные джунгли а так как год этот не яблочный то и яблок здесь не будет яблони не цветут ничего не цветет одни джунгли короче как-то так дом показывать не буду там страшное дело мы славиком выгоняли оттуда муравьев молотками там муравьи развели под крышу муравейник и мы били мало как и выгоняли а потом травили их вот этим спреем что добавили не точили больше дом как-то так природа всегда хорошо здесь на самом деле мы хорошо поработали а сейчас хочем хорошо отдохнуть как-то так давно мы не были на всяких дачах только сходим со славиком ищем всякие места где бы пожарить шашлыки а чё их искать вот на дачу приехал и начал жарить шашлыки вот стол вынес из дома на улице поставил ты сидишь тут как дерево тяпкой машешь директор тяпки директор тяпка тяпочник вот такие вот дела как телеслав рабочий день нормально могло быть хуже могло быть хуже да если копали картошку было гораздо хуже не ловик здесь даже нашел один борщевик и с корнем его вырвал покажи гадость блин такая падла это ужас вообще блин такие ожоги и вставляют они сука еще не заживают долго по две недели блин ожоги эти ужас ребята хочу офигенный лайфхак показать вам самая офигенная дрова для шашлыка это барабанные палочки увидите сколько их наломано еще не идет а я не знаю чего явно не из сосны явно не из сосны не знаю кто знает можете написать в комментариях из чего делается барабанные палочки вот сейчас вот эти барабанные палочки пойдут в топку вон из молоке ураган урагана столько не было Кремирование барабанных палочек. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Барабанные палочки горят очень круто. И от них идет такой, я бы сказал, приятный запах. Не знаю, из чего их делают. Может и с березы, может и... Но явно не из губа, потому что они довольно-таки легкие. Но это очень дорогой костер. Потому что все должны, барабанщики, знать, сколько стоит пара барабанных палочек. А сколько стоит? Да блин, от 300 начинаю и выше. В зависимости от тяжести. Но это очень дорогой костер получился. Вот такое вот тренирование барабанных палочек. Сделали мы офигительный тут себе, типа, не знаю, как это называется. Тандыр! Российский тандыр! Дыр-дыр! Российский тандыр, убиваем. Нормальный слав, тандыр. Да, погиб. Офигенский прям. Тандырится в тандыре. А теперь прошу сюда. Наконец-то был зажарен шашлык. И сейчас, как там во всяких фирменных видео, мужики разные говорят. Сейчас вы хотите увидеть, наверное, как я его съем. Типа, ну хорошо, попробую сделать так, как делают они. Так, беру мясо. Это птица. Пиродоктилит. О, какой запах! Ой, блядь. Да, это круто. Типа, да, там, типа, как там, Сеня в деле, да, наверное. Он там говорит, прекрасная погода. Там что-то там, тра-та-та-та-та-та-там. Что-то там, охрененно все. И готовьте на мангале. И подписывайтесь на какой-то блядский магазин, где прода... Ха, нет. Он говорит, вступайте в нашу огромную казанную банду. И подписывайтесь там на какой-то там, блин, канал. И если вы там перейдете по этой ссылке, то вам дадут, я не знаю, там, пороженое. Ха, 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 дадут там, что-то вам дадут там, короче, блядь. Ну, это, конечно, шутка. Шашлык действительно хороший получился, потому что мариновался целую ночь. Потому что мы всегда мариновали их очень быстро, и они у нас получали жестковатые. Сейчас попробую гриб. Гриб тоже, кстати. Вот, в маринаде еще они лежат. Как бы, буду пробовать гриб. Итак, гриб. Сколько ты говорил, Слав, грибов Роганова надо съесть там? Штук 30-35 штук. 30 штук, тогда только начинают вставлять. Ну, хорошо. Пробуем. Тогда вообще. Блин, слушай, грибы тоже крутые. Послушай, оператор. Правда круто? Блин, даже не надо никакого этого. Ни кетчупа, ни шашлыка. Они так просто восхитительные. Так что, пацаны, лежайте все на дачу. Целый день вымахивайте. Как не как негра, а как порядочные русские парни. А потом вечером жайте шашлыки. Ну, и там что дальше будет. Спасибо.